добро пожаловать на мой канал с вами татьяна и сегодня мы будем готовить что-то восхитительное густое тыквенное повидло без сахара по-вегански данное повидло можно использовать как ароматное дополнение к завтракам таким как овсянка или веганский йогурт а также как начинку для выпечки для начала нам понадобится один крупный лимон его нужно хорошо промыть также нам понадобятся апельсины и мандарины общим весом один килограмм лучше всего брать сладкие очищаем цитрусовые от кожуры и белой кожицы потому что белая кожица горчит и естественно удаляем семена цитрусовые отправляем в чашу блендера добавляем мягкие финики 30-35 штук предварительно их нужно промыть и удалить косточку взбиваем до однородности массу отправляем в огнеупорную большую форму с бортами дальше нам понадобится мякоть тыквы без кожицы 700 грамм тыкву нарезаем мелким кубиком так тыкву отправляем в массу из цитрусовых перемешиваем хорошо накрываем форму крышкой или как я сначала пекарской бумагой а затем фольгой форму ставим в разогретую духовку до 190 градусов на 1 час 30 минут или ориентируйтесь по своей духовке тыква должна стать мягкой затем массу нужно остудить остывшую массу отправляем в чашу блендера вот она уже густая принципе получается взбиваем до однородности массу выливаем на большую сковороду с бортами ставим на огонь постоянно помешиваем доводим массу до первых вот таких вот стрелялок то есть масса начинает булькать и стрелять закрываем сковороду крышкой огонь убавляем до чуть ниже среднего между крышкой и сковородкой ставим ложку чтобы выходил пар через каждые 3-4 минуты открываем крышку перемешиваем и выпускаем основной пар и так готовим 55 минут как я уже сказала периодически открываем крышку выпускаем пар и перемешиваем без крышки не советую готовить потом кухню не отмоете так 55 минут прошло открываем крышку и еще готовим без крышки 15 минут периодически перемешиваем чтобы повидло не пригорело и посмотрите повидло стало менее объемным из-за испарения лишней жидкости что привело к утолщению консистенции так что делаем дальше из холодильника предварительно достаем кокосовое масло даем ему постоять при комнатной температуре чтобы она подтаяла нам понадобится 3 столовые ложки кокосового масла все хорошенько перемешиваем до однородности и готовим еще три минуты периодически помешивая сковороду отставляем с огня повидло отправляем в удобную емкость и даем ему полностью остыть затем ставим в холодильник чтобы она загустела вот такое получается красивая тыквенная повидло карамельного цвета густое добавление кокосового масла придает повидло нежную текстуру и приятное послевкусие делая его идеальным дополнением к завтракам или десертам или даже самостоятельным лакомством друзья подписывайтесь на наш канал ставьте лайки дальше больше а я с вами прощаюсь до новых встреч на моем канале всем пока